Здравствуйте! В эфире программа «Новости дня» в студии Оксана Боричева о главных событиях Оренбурга области. К этому часу готовы рассказать корреспонденты ОРТ. Сейчас коротко о темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Дворянском особняке слушали десятки жителей областного центра. Ничья с чемпионом страны. Футбольный клуб Оренбург достойно провел встречу с питерским «Зенитом». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпуск начинаем с резонансной новости. В Новотроицке предотвращен теракт, который готовили спецслужбы Украины. Подозреваемого задержала Федеральная служба безопасности. Мужчина арестован на два месяца, и сейчас он в СИЗО. Это кадры оперативной съемки. Задержан подозреваемый в Новотроицке. Известно, что он, гражданин России, действовал по указанию украинских спецслужб. Диверсант получал четкие рекомендации. Осознавал, что делает и кому помогает. Это подтверждает в том числе и переписка с кураторами из Незалежной. Мужчина четко понимал и цели провокации. Я должен был поджечь пролейный шкаф на участке железнодорожной станции города Новотроицка для того, чтобы остановить работу железнодорожной станции. Также планировался и поджог в инкомате Орска. В тайнике, оборудованном на окраине Новотроицка, сотрудники обнаружили компоненты для изготовления бомбы. После совершения теракта мужчина намеревался перейти на сторону Вооруженных сил Украины. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Жители поселка Жилгородок просят восстановить дорогу, которая соединяла их поселок с пригородным. По ней они могут быстрее выезжать на Нежинское шоссе и добраться до Оренбурга. Но год назад этой дороги не стало. Неудобно всем и пешеходам, и автомобилистам. Проблему озвучивали и на прямой линии с губернатором. А накануне в Жилгородке состоялась встреча с главой муниципалитета. И главный вопрос на собрании – вернут ли дорогу. Алена Круглова выслушала все стороны этого эмоционального спора. С таких восклицаний начинается встреча жителей с главой Оренбургского района Василием Шмариным. Речь идет о комплексе населенных пунктов. Когда-то в поселке Жилгородок, ныне аэропорт и нескольких близлежащих СНТ. Все, чего сейчас требуют люди – вернуть им дорогу, которая проходила вдоль Нежинского шоссе. На протяжении многих лет этот участок в 300 метров использовался для проезда, но около года назад его перекрыли. Когда-то на этом месте находилась полноценная дорога, по которой свободно могли передвигаться транспортные средства. Эта тропинка – все, что от нее осталось. Кроме того, что ширину когда-то находившейся здесь проезжей части сократили, выезд отсюда перегородили бетонными блоками. Как рассказывают люди, причина в том, что жители поселка Пригородный видят большую загруженность транспорта в своем населенном пункте. Эта проблема поднималась уже не единожды. Все началось в июне прошлого года, когда ночью дорога исчезла, появились ограждения и люди оказались в замешательстве. Из-за перекрытого участка в эту часть Жилгородка перестал ездить регулярный 156-й маршрут. Не так давно людям предоставили альтернативный транспорт – автобус под номером 106, но и такое решение жители не устроило. В данный момент пустили временный автобус. Но не все жители в курсе. Кто-то начинает уже на нем ездить, но он получается где-то 4-5 раз в день ездит. Мы не можем определить под это расписание наших детей, когда им ездить на секции в город. Нам самое главное, чтобы он был регулярным, потому что нет такой привязанности именно только утром куда-то поехать. У нас круглый день получается до позднего вечера. У нас и движение населения полное. Добраться до остановки на Нежинском шоссе – также большая проблема. Приходится преодолевать расстояние в два с лишним километра. Значительная часть жителей – семьи с детьми и пожилые. А в поселке аэропорт нет ни школы, ни своей больницы. То есть пешком, в любую погоду, ей садик мне на работу, то есть в город. Здесь на садике не взяли. Мы, например, не можем с ребенком добраться в амбулаторию. То есть, ну, не могли. То есть мы шли пешком, потому что невозможно вызвать такси. Из-за того, что приходится делать большой крюк до поселка Нежинка, водители такси зачастую отказываются от поездок. А если они приезжают, то стоит это недешево. В поликлинику надо в Нежинку ехать или сюда, в пригородный. В Нежинку, если мне поехать, чтобы вызвать такси, они потом разворачиваются вон где. И сколько надо платить? Вот я ездила в ЦРБ, я заплатила почти тысячу рублей, с моей пенсии 11 тысяч. Мне надо в поликлинику, например, 5-6 раз поехать. Это сколько у меня денег, а на что я должна жить? Решение о ликвидации дороги было принято Советом депутатов поселка Пригородный в мае 2022 года. Сообщение о сложившейся ситуации получал и губернатор. В конце прошлого года на прямой линии к Денису Паслеру обратились жители сел, которым так необходима дорога. Подключиться к разговору предложили и главе района Василию Шмарину. Это, знаете, вот история, когда наделали делов, а теперь суд пусть решает. Как решит, так и будет, потом будем судом прикрываться. Это в данном случае. А какие еще решения это могут быть? Или их нет уже? Все, вы в тупик поставили ситуацию. Можно построить или нельзя? Когда примыкание будет, это уже другой вопрос. Вы не вспоминайте его. Нет, я думаю, что там практически этого невозможно сделать. Там густо заселено все. Теперь на встрече с селянами глава района объясняет. Уже есть и судебное решение о правомерности закрытия дороги. Сегодня можно понять и жителей пригородного, которые не хотят, чтобы, во-первых, они имели у себя определенные проблемы с движением транспорта, с загруженностью. И также жители Нежинского сельского совета, поселка Аэропорт и пяти СНТ. Но сегодня есть закон, и прежде всего это все должно быть рассмотрено в рамках законодательства. Как сообщают в Оренбургском районе, будет скорректировано расписание нового автобусного маршрута, чтобы жителям поселков было легче добираться в город и поликлиники. Кроме того, рассматривается вопрос о создании регулируемого перекрестка на федеральной трассе. Алена Круглова, Виктор Горшенев. Новости дня. Покровитель русского воинства в Оренбурге, в Никольский кафедральный собор, прибыл ковчег с мощами святого Георгия Победоносца. Больше всего великомученика почитают как покровителя воинов. Сотни оренбуржцев пришли в храм для того, чтобы приложиться к святыне. Наш корреспондент Александр Криволапов встретился с прихожанами и священнослужителями и узнал, что просит у одного из самых почитаемых христианских святых. На улице весеннее пение птиц. Над куполом храма в солнечных лучах золотится крест. Поклониться мощам святого мученика Георгия Победоносца идет нескончаемый поток паломников. Мощи в Никольский кафедральный собор прибыли полночь из Казани. Сегодня в жизни православных оренбуржцев знаковое событие. В Никольский кафедральный собор доставили мощи святого Георгия Победоносца. Несмотря на то, что сегодня утро понедельника, в храме очень много народа. Георгий Победоносец считается покровителем Руси, защитником воинства. Жил святой Георгий в третьем веке от Рождества Христова. Он был искусственным военачальником и любимцем римского императора Диоклетиана. Однако узнав о жестоком преследовании христиан, встал на их сторону и принял мученическую смерть. Георгий Победоносца чтят на Руси. Образ всадника, поражающего змея копьем, есть на одной из башен московского Кремля, из которой выезжал на парад победы тезка священно-мученика Георгий Жуков. В условиях специальной военной операции Православная Церковь вновь решила обратиться к святому. 6 мая по благословению настоятеля Русской Православной Церкви Кирилла Ковчег с мощами отправился с крестным ходом по 89 российским городам. Оренбург в этом списке стал 11-м. Русский народ нуждается в объединении, консолидации духовных сил. Это во-первых. Ну а во-вторых, без Бога не до порога. Мы можем уповать на свои силы, мы можем много говорить «я-я-я», «я прав», «тот прав», «пятый», «десятый прав». Но в сложную минуту, когда уже теряются надежды на все, мы обращаемся к Богу через его святых угодник, каковым является святой великомученик Георгий. Приложиться к мощам святого идут от мала до велика. Некоторые прихожане принесли с собой портреты родственников, участвующих в спецоперации. Все прихожане, как один, просят святого о скорейшей победе. О победе, о мире, чтобы у всех все было хорошо, все были здоровы. Но самое главное, чтобы Россия процветала. Только о победе, потому что я из военного городка. И очень, очень хочется, чтобы наши сыновья, мужчины, как говорится, отцы, чтобы все... Надо обязательно победить. Очень, очень, очень. Мы ждем, мы надеемся, мы очень верим. Господь нас не оставит. О победе России. Георгий Победоносец – это наш покровитель. Недаром у нас и праздник нашего войска в День Георгия Победоносца. Чтобы война быстрее закончилась. Дети же все-таки у нас наши. Были среди прихожан и те, кто просил святого о помощи в насущных делах. В жизни было хорошо. Работу найти, курить, бросить, самое главное. И здоровье. Митрополит Оренбургский и сороктарский Вениамин провел торжественную литургию и обратился к пастве и Богу. Да, по мне, нет, Господь, Бог по царству и стоим. Из Оренбурга ковчег с мощами святого Георгия Победоносца отправится в Уфу. Святыня крестным ходом побывает во всех регионах страны и возьмет ее под свой оберег, уверены священнослужители. Александр Криволапов, Игорь Бероев. Новости дня. Сейчас прервемся, а после снова продолжим. И вот о каких темах расскажем во второй части нашего выпуска. Ночь музея в полумраке. Историю зеркал в дворянском особняке слушали десятки жителей областного центра. Ничья с чемпионом страны. Футбольный клуб Оренбург достойно провел встречу с питерским «Зенитом». Это новости дня, и мы продолжаем. Россияне стали чаще интересоваться семейной ипотекой. За первые четыре месяца года спрос вырос на треть. Об этом сообщают аналитики онлайн-запросов. Спрос на семейную ипотеку в России за январь-апрель 2023 вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022. При этом отмечается спад заинтересованности в сельской ипотеке на 17%. Дальневосточные ипотеки на 15%. В то же время суммарный спрос на ипотечные продукты с апреля по май вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики поясняют, люди стали более чувствительны к изменениям программ. С повышением ставки по льготной ипотеке на процент заемщики начали переключаться на семейную ипотеку, как только произошло обновление в условиях программы. В Центробанке заявили, что в России в два раза чаще стали брать потребительские кредиты на первый взнос по ипотеке. Также наши соотечественники стали чаще оформлять ипотеку на большой срок. И теперь к ситуации на валютном рынке. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. Служебные и смежные с ними преступления, особенности квалификации преступлений. Эти и другие вопросы обсудили в Оренбургском филиале университета имени Кутафина. Там состоялся научно-практический круглый стол, дискуссионная практика применения уголовного закона. Научно-педагогические работники, судьи, работники правоохранительных и других государственных органов, адвокаты, представители бизнеса из Оренбурга, Москвы и Екатеринбурга. В центре их внимания актуальные проблемы применения норм Уголовного кодекса Российской Федерации. Один из ключевых вопросов – особенности квалификации преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления. Сегодня важно выработать сразу несколько решений. В уголовном праве, к сожалению, есть масса нерешенных вопросов, касающихся ответственности должностных лиц. Это вопросы определения такого субъекта преступления, уголовно-правовые характеристики, признаков деяний, совершаемых должностными лицами. Безусловно, одним из злободневных вопросов является установление существенного вреда как одного из последствий таких деяний. В этот же день в институте проходит еще один круглый стол. Он посвящен проблеме сохранения национального парка Бузулукский бор – единственное место на планете, где сохранились обширные сосновые рощи возрастом 250-300 лет. Более полутора тысяч человек приняли участие в акции «Ночь музеев в Оренбурге». 20 мая в областном центре в музеях работали тематические фотозоны, ярмарка авторских украшений и игрушек. Проходили и костюмированные экскурсии. Виолетта Широкова стала очевидцем этого события и готова поделиться подробностями. Их не смущает позднее время. Сотни желающих сегодня участвуют в традиционной акции «Ночь искусств». По всему городу расположено несколько площадок с выставками. Одна из таких – губернаторский музей. Гостей встречают прямо на улице. Целый день жители города могли посещать открытые экскурсии, мастер-классы, выставки и кинопоказы. Внутри музея тоже многолюдно. У посетителей последняя возможность увидеть экспозиции, которые работали с начала марта. Оренбуржцы также могли посмотреть на общеизвестные события под другим углом. В любом случае всегда интересно узнавать что-то новое. И даже в этом музее мы, наверное, десятый раз по счету. И всегда что-то интересное. Побывали сегодня на экскурсии или литературный экспресс. Вот вроде и про Пушкина уже много раз продали, слышали. Все равно какие-то новые факты нам рассказали. Гвоздем программы по праву считается иммерсивная театрализованная экскурсия по ту сторону зеркал. Это прогулка по старинному особняку 19 века. Его история рассказана через призму зеркал, которые находятся в доме. Людям довольно интересно побродить по музею в полной темноте. Как бы само название акции «Ночь музеев» подразумевает то, что все это должно проводиться в полной темноте ночью. И как раз мы своих посетителей такой новинкой, такой особенностью балуем. Желающую отправиться на два века назад в предвкушении. Заинтересовали, заинтриговали, поэтому пришли. Встречает гостей хранительница древних фолиантов. Она рассказывает мифы про экспонаты и сам особняк. Когда-то здесь должна была жить дворянская семья. Однако она так и не переступила порог этого дома. Попутно посетители узнают об особенности лепнины на фасаде и поверье о зеркалах. Например, в древности считалось, что серебро, которое соскабливали с зеркала, способно лечить. Темные экскурсии проводятся уже год. Новые прогулки в темноте начнутся этой осенью. Виолетта Широкова, Виктор Горшенев, Новости дня. И о спорте 2-2 с чемпионом в очередном туре российской футбольной премьер-лиги Оренбург и «Зенит» сыграли между собой в ничью. На матче с лидерами не нужно особо настраивать команду. Но для оренбуржцев дополнительная мотивация все-таки существовала. В виде крупнейшего поражения в первом круге. С другой стороны, действовать шашки на голову с таким суперклубом, каковым сейчас является «Зенит», может выйти себе дороже. Поэтому к матчу с чемпионом наши отнеслись со здоровой долей прагматизма. На 28-й минуте счет открыли титулованные гости. Подловив ошибку наших защитников, «Зенитовцы» организовали молниеносную атаку, и «Монтуан» с ближней дистанции расстрелял вратаря. И тут же бразилец мог окончательно похоронить интригу, но практически с того же места пробил не точно. А перед перерывом хозяева ответили своей красивой комбинацией, точку в которой поставил «Эктов». В середине второго тайма трибуны «Газовика» взорвались. При подаче углового уже не первый раз в сезоне защитник Гуйкович отлично пробил головой, отправив мяч в самый угол ворот. В дальнейшем соперники обменивались острыми моментами, но все шло к сенсации. До сказочного исхода не хватило нескольких секунд. Есть ничья с привкусом победы, есть с привкусом поражения. Это именно сегодня такой случай, когда пропускаешь буквально на последнем атаке, в последних секундах, в развивалке все расстроены. В конце последней, пятой компенсированный к матчу минуты, фавориты спаслись. При навесе в штрафную из-за спин защитников выскочил недавно вышедший на замену Сергеев. И мастерский решил эпизод. Буквально за секунду обработал мяч и прокинул его мимо голкипера. 2-2. Хороший матч. И, я думаю, в этом отношении еще раз большое уважение нашей команде, что играют с первой до последней секунды. Вместо того, чтобы мы были голами забиты, третий гол. И потом футбольный бок. Не хотите забивать третий? Так и 2-2. Все. Поехали домой. Оренбург по-прежнему восьмой, но локомотив подобрался вплотную. В следующем туре едем в столицу к Торпедо. Анатолий Юденич, Анатолий Филатов. Новости дня. В Оренбурге наконец-то пришло лето. Жители нашего региона могут смело убирать теплую одежду и наслаждаться прекрасной погодой. Небольшой дождь возможен лишь на выходных. По сообщению гидрометцентра, с каждым днем температура воздуха в регионе будет лишь повышаться. В ближайшую ночь от плюс 8 до плюс 13 градусов. Во вторник воздух прогреется максимально до 28 градусов. Ветер юго-восточного направления. Скорость 5-10 метров в секунду на западе, а в центральных районах порывы до 15 метров в секунду. В среду уже у нас получается температура будет 24-29, даже 25-30. Особенно 30 это у нас по западной районной области. На востоке чуть прохладнее, в районе 25-26 градусов. Ночные температуры, начиная со среды, уже тоже будут повыше, там 10-15, выше нуля. В пятницу по-прежнему солнечно, без осадков. Днем термометры достигнут 30-ти градусной отметки. Ветер южный. Ночью средняя температура до 16 градусов. Выходные 26-31 градус. На западе возможные 32. Здесь же вероятность небольшого дождя с грозой вечером в воскресенье. На этом все. Напоминаю, что еще больше информации вы можете узнать и на нашем сайте orttv.ru, а также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин